Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Красный угол», которую сегодня проведу я, Виталий Черников, а в будущем эта программа будет идти уже с ведущими нашей областной организации Коммунистической партии Российской Федерации. Но вот сегодня такой, как бы, первый тестовый выпуск уже в полном объеме этой программы, и в студии находится у нас Николай Дмитриевич Бутрин, первый секретарь Калужского обкома Коммунистической партии Российской Федерации. Он же является председателем комитета по законодательству Законодательного собрания Калужской области и одновременно возглавляет депутатскую фракцию нашего Законодательного собрания, естественно, фракцию КПРФ. Но я еще не все назвал статусы и звания. Результаты. Да, в целях экономии времени мы это опустим и в следующий раз дополним. И сегодня у нас три темы, которые мы бы хотели коротко обсудить. Это прошедшие выборы, это прошедшее первое составившее законодательное собрание заседания сессии начала сезона и вот проходящий сейчас у нас практически за стеной проходящий семинар совещания депутатов всех уровней от КПРФ. Николай Ильич, начнем с первого вопроса. Как Вы отнеслись к тем результатам, которые показаны КПРФ на прошедших выборах в 84-х регионах Российской Федерации? Добрый день, дорогие товарищи, зрители. Добрый день, Виталий. Я хочу сказать, когда проходят выборы, я всегда себя как-то вкладываю надежду на честность, доброту и порядочность. Вроде хочется верить, иначе бы сегодня наш мир не существовал, иначе бы мы не жили, не помогали друг другу, не было нормальных взаимоотношений. Хотя эти взаимоотношения, они очень хорошо развивались до 91-го года, когда был Союз Советсоциалистических Республик, когда была наша социалистическая страна, когда поистине было действительно социальное государство. Тогда и люди были веселее, и люди более открытили друг другу. Сегодня ситуация эта изменилась. После 91-го года, когда вот сегодня к рулю пришла сегодня вот эта вот правящая элита, верхушка, которая все делает на то, чтобы разъединить народ, а как военно-члене говорим, разъединяй и властвуй. Вот эти выборы вроде думали, что с той событий, ситуацией, которая проходит на Украине, нас наоборот нужно как бы открыто выходить, консолидировать общество. А выборы, наоборот, показали это расслоение. В чем она выражается? В самой фальсификации проведения этих выборов. Первое. Сегодня Единая Россия поняла, что она немножечко как бы под ней стул, на который они находят, шатается, и стул немножечко уходит. Значит, приняли ряд таких вроде бы, как бы сказать, прогрессивных мер, а на самом это для своего спасения. И первое. Это досрочные выборы. Вот сегодня анализ показал, которые выборы прошли. В некоторых областях они доходили аж до 12%. Это 12% вроде от общего числа, вроде мало. А ведь когда посмотрим, количество-то не все приходит на выборы, значит, это доходит 30-40% и фактически на досрочных выборах выборы сделаны в пользу вот сегодняшней, как они себя называют, правящей партии. А тем более, когда выборы в один тур. Да, в один тур. И вот я даже немножечко был удивлен, где нужно, наоборот, в Крыму показывать открытость наша, российскую открытость. Надо как бы народ почувствовал это все, а выборы показали. Там настолько фальсификация прошла. Значит, там за Единую Россию проголосовало практически 80%. ЛДПР 8%. И Аксенов, когда выступал, где у нас сегодня двухпартийное, говорит, правительство избрано, ну, один округом отдали ЛДПР. Что это такое? А если посмотреть анализ, в 2012 году, когда выборы были в Крыму, то там за регионы, партии регионов, проголосовало 68%, за коммунистическую партию 19,8%. И партии Батковщина, это равносильное ЛДПР, где-то примерно 7-8%. Сегодня это все. Это уже вполне, разве это на консолидацию идет? Ведь люди ведь тоже, извините за слово, такое недураки, они же ведь понимают. И, наверное, будет отношение. Сегодня как никогда, наоборот, надо выходить к людям открыто. Надо все делать, как бы сказать, почувствовать, надо люди сами сконсолидируются. При той ситуации, что с Украиной. Ведь, посмотрите, действительно, это ведь борьба не Украины, а это там сегодня ополченцы, Луганская область, Днепропетровская, которые, в общем-то, они отстаивают честь России. Это же с фальсифицированностью американцами. Они сегодня задолжали 17 миллиардов, 17 триллионов долларов долг. И что будет? Спалить долг. Здесь либо нужна война, либо прорыть ров между Россией и Европой, а этим ровом использовать Украину. Потому что сегодня договора России с Европой составляют 440 миллиардов долларов, с американцами 25 миллиардов. Вот в чем дело, вся суть и всего. А вот вы затронули Украину, да? Переходим плавно к следующему вопросу. Значит, затронули Украину. У нас сейчас очень много беженцев в Калужской области. И ваш коллега, вот Александр Тружков, поднял проблему беженцев как раз на заседание законодательного собрания Калужской области, где и вы выступили с яркой речью. Вот как вы коротко, буквально, перед тем, как мы перейдем к нашей теме, как вы оцениваете ситуацию с беженцами в Калужской области? Вы понимаете, вот сейчас мне сказать полностью, я еще пока не имею полной картины всего, как эта ситуация складывается. Но здесь надо тоже понимать вот как. Потому что есть люди действительно, приезжаете, которым необходима помощь. Есть даже и с той стороны, которые, в общем-то, здесь тоже какие-то условия другие выдвигают. Хотя, конечно, это очень тяжелейшая ситуация. Но в любом смысле, когда... Да и вообще русский народ, он был всегда сострадален к тем невзгодам, которые происходили с другими народами. А тем более украинские. Это люди наши, это наши братья, сестры. Здесь, конечно, необходимо все посильную помощь оказывать. Но я здесь хочу сказать, здесь, конечно, и Российская Федерация. Ну, вот, допустим, выделили 10 миллионов. Я это посмотрел. У нас сегодня где-то примерно 8 тысяч уже находятся в списках зарегистрированных. Ну, это где-то примерно 100 рублей в сутки на питание и прочее. Все это очень мала, как бы сказать, цифра. Вот. И Калужская область, бюджет. Хотя, конечно, тоже с бюджетом не все ладно в Калужской области. Но, тем не менее, здесь надо в части регистрации. Вот сегодня мне вопрос задали. Сейчас я буду тоже заниматься этим. Женщина имеет двое детей, не может зарегистрироваться. Хотя везде, говорят, что принят закон, идет сегодня как льготное. Вот это все вопросы решаются. Да, существенно. Здесь в этом направлении есть, чем надо обратить к Калужской области. Надо сказать, вот сейчас вот тут холода, и, собственно, проблема возникла в лагерях, вот в этих Ласточкоиске, в связи с тем, что там не отапливаны, ну, в Ласточке, во всяком случае, не отапливаны помещения, и людей попытались перевезти, ну, в Ульяновский район за 175 километров от Калужи, и они считают это неправильным. А вот готов ли у вас есть, скажем, какие-нибудь мысли, например, вот в соседнем помещении готов ли капуаля, расстать раскладушки, если это будет критическая ситуация, и принять какое-то количество с детьми людей, чтобы они здесь пожили, как вы говорили. Естественно, конечно, да. Содействовать в решении этих вопросов мы, конечно, готовы. Мы переходим вот к сессии, да. Вы выступили с достаточно жестким, ну, на мой взгляд, во всяком случае, непривычным для нашей политики региональным выступлением, где достаточно сильно покритиковали губернатора, да, за некие действия в отношении депутата. Вот что эти, что послужило причиной, и что сделал такого губернатора, что пришлось делать заявление столь важное, столь сильное? Вы знаете, я бы не сказал, что это резкое. Это нормальное, рабочее заявление, поскольку оно просто вынудило нас, депутатов фракции КПРФ, а естественно, и справедливой России, сделать вот такое заявление. Поскольку я понимаю, что когда мы принимаем бюджет, идут споры, все может быть, но когда бюджет принял, он приобретает форму закона. Ну, чтобы наши зрители поняли, да? Да. То есть, грубо говоря, часть депутатов... Да, ну, часть я и дальше. Он приобретает форму. В том числе, и когда был принят закон, были учтены предложения депутатов фракции КПРФ и справедливой России для включения социальных вопросов в инвестиционные проекты. Они были утверждены. Соответственно, те объекты, которые были уже также приняты, они, руководители этих объектов, директора школ, садов и так далее, они знали. И, естественно, это было официально объявлено. Они выставили эти работы на торги, как положено сегодня по закону. Торги прошли. Некоторые уже сейчас работы сделаны. И вдруг губернатор резким своим движением пера все это дело вычеркивает, обрубает. А ведь по какой причине? Ну, то есть, это те объекты, которые были включены в бюджет по предложению оппозиционных партий. Да, абсолютно верно. И уже в ходе исполнения бюджета, из-за того, что депутаты были чем-то недовольны в бюджете, и поэтому проголосовали против каких-то губернаторов, сегодня отменяют финансирование этих объектов и тем самым как бы наказывают не голосовавших. Я хочу сказать, да, ведь депутаты сегодня избраны. Ведь у администрации одна задача, а у депутатов другая. Почему? Да потому что депутаты выполняют наказ своих избирателей. И это главная обязанность депутата. Если он от нее будет уходить, то ему тогда нечего быть депутатом. Да, и администрация тоже так же выполняет какие-то условия жителей, допустим, Калужской области, которые проживают на территории Калужской области, и посредством формирования бюджета она их выполняет. Да, можно споры на этой этапе, могут быть. Может быть кто-то не согласен был и прочее все. Но бюджет-то принят, закон действует. Вот в чем вся суть. Значит, тогда нужно было по каким-то определенным формулировкам, ну, естественным, внести поправки на законодательное собрание в этот бюджет и принять эти поправки. Все. Но когда здесь же происходит так, что, ага, раз вы со мной не согласны, раз вы со мной спорите, нате вам, пожалуйста, вот я вот вам все, и мы остались, извините за такое слово, разбитые колоды, нам звонят, проведены работы, все, что делать дальше? Так где они-то у кого изъяли? У детей, стариков, то есть социальной сферы. А мы говорим, наш бюджет социальный. Ну, тогда давайте и дальше, если мы говорим, давайте так и дальше. Но вы сказали там на сессии достаточно жесткую фразу, что если не будут приняты меры по устранению этих нарушений, то фракции КПРФ на следующих сессиях не откажутся принять участие в обсуждении вопросов бюджета. Ну, мы сконсолидируемся с другими фракциями, естественно, но если нас не слушают, нас не хотят понимать, нас считают за пешек, просто для того, чтобы мы сидели и нажимали кнопки, зачем нам участвовать в этой работе законодательного собрания? Ну, смотрите, президент все-таки демонстрирует другой подход сегодня на федеральном уровне к партийному сотрудничеству. Это как-то отличается от нашей ситуации в Калуцкопе? Ну, ведь когда ситуация вот эта состоялась, я пришел к председателю законодательного собрания и четко сказал, «Виктор Сергеевич, зачем вы это все делаете? Вы сами вот этот конфликт начинаете, а потом переводите, что вот оппозиционные партии, вот такие-сякие и прочее». Я говорю, когда сегодня та ситуация складывается на Украине, надо, наоборот, нас консолидировать, и нам общими фронтами идти и выполнять те поставленные задачи для того, чтобы, во-первых, улучшить социально-экономическую ситуацию развития Калужской области, это раз, а вы все делаете наоборот. А посмотрите, президент Путин, он, наоборот, тоже понимает, что ситуация, как и в Российской Федерации, складывается, он консолидирует. Вот Геннадию Андреевичу Зюганову был вручен орден Александра Невского, да, за то, что он сегодня прилагает все максимум усилий, чтобы вот то, что происходит на Украине, эту бойну прекратить. Сегодня наша партия уже более двух тысяч тонн отправила гуманитарного груза на Украину, и продолжается эта работа. Вот, говорю, как надо, в каком направлении идти работать, а вы, наоборот, на раздрай. Тем более, сейчас будет приниматься бюджет, и дальше будет основной закон по выборам, законодательное собрание. Вы что, хотите в этой ситуации своими действиями все это дело сорвать? Переходим к плану к выборам, да, у нас законодательное собрание. У нас в 2015 году предстоят выборы, да, осталось чуть-чуть, совсем немножко осталось, да. И вот сейчас у нас здесь, мы уже говорили об этом, проходит семинар совещания депутатов различных органов. Вот это достаточно, ну, интересная форма, мы об этом уже говорили, интересная форма работы. Как вообще вы пришли к тому, что к необходимости вот так работать с депутатами, и что вы ждете от таких семинаров совещаний на, ну, скажем так, в свете предстоящих выборов? Увеличить количество вашего присутствия в органах госвластия и местного управления, или это другие какие-то задачи стоят? Я, во-первых, хочу сказать, это уже не первое семинар совещания депутатов всех уровней в Калузской области избранной от Коммунистической партии Российской Федерации. Мы буквально проводим третий семинар совещания. У нас сегодня замкнута депутатская вертикаль, начиная с местного самоуправления и кончая законодательным собранием. Это нам дает более консолидированно работать, более такую социальную проводить политику на уровне, начиная с местного и кончая областным законодательным собранием. Но я хочу сказать, партия сильна тогда, когда она практически проводит и консолидирует вокруг себя не только депутатов, но ведь у депутатов есть и помощники, и все слои жителей Калужской области. Вот сегодняшний семинар совещания, естественно, мы проводим в преддверии выборов в 2015 году, выборов в законодательном собрании, естественно, это будут выборы и губернатора, и будут проходить на муниципальных уровнях, там, где по графику они должны проходить, где сроки кончились, будут выбирать. Вот в сегодняшнем совещании мы еще раз анализируем, что нами сделано, какие у нас сегодня упущения, на каком уровне мы находимся, и как нам дальше действовать консолидированно совместно для того, чтобы мы получили нормальные результаты на выборах в законодательное собрание. А сколько человек у вас, у вас депутатов сейчас во всех уровнях? Значит, на сегодняшний день у нас 110 депутатов всех уровней, местных уровней, это местные законодательные собрания. С одной стороны, это большое, а с другой стороны, оно нам не дает сегодня, как бы, законодательное право конкретно выдвигать нашего кандидата на пост губернатора, поскольку здесь вот опять партия правящего расти, вроде бы, что их все везде поддерживают, они опять сделали заградительный барьер. Он в чем выражается? На уровне федерального собрания они приняли закон о прохождении барьера, то есть подписей по выдвижению кандидатов в губернаторы, о той или иной политической партии, и дали право каждым субъектам нашей Российской Федерации единолично решать этот вопрос. Так вот, у нас закон принят на уровне законодательного собрания, там 8%, у нас 3000 депутатов, значит, 240 голосов собрать. Мы имеем 110, даже если можем сконсолидироваться. Вот опять. А депутат может только одну подпись, да, одного кандидата поддержать? Да, это опять, это же не выборы. Все говорят, нужно сделать выборы и прочее, какие-то выборы. Это называется, прежде чем выдвинуть кандидата, нужно согласовать с президентом, он дает добро, вносит, собираем подписи, и тогда мы этот самый. Естественно, конечно, когда будут выборы, вот в 15-м году и губернатора, я так понимаю, центральный комитет, будем с ними советовать, как это и все делают, и после решения уже центрального комитета, естественно, будем смотреть по выдвижению нашего оппозиционного кандидата на пост губернатора Калуського. Нет ли смысла здесь подумать, в связи с тем, что не хватает голосов для прохождения фильтра, но как минимум от той вещи, чтобы не делать как-то единого. Ну, естественно, будем консультации проводить. Может, месяца-то хватит? Ну, консультации с оппозиционными партиями, может быть, как это делается и в других областях. Что тут? Мы вот провели, допустим, мэра Локоть Новосибирска, город Новосибирск, да, Ваня? Да, да. Да, этот самый. Там, ведь, все с концентрация произошла. И оппозиционные, и левопатриотические партии, и на этой волне. Ну, там уж серьезные, мэра, честно. Ну, вот я посмотрел с ним интервью. Кстати, интервью было по России 24. Тоже надо отдать должное, что официальный государственный федеральный канал предоставил приличный объем времени. У нас сейчас вот в Орле Потомского избрали. Ведь, посмотрите по явке, значит, на выборы пришло почти что 60%. В Орле, да? Да, в Орле. И из 60%, 90% проголосовали за Потомского. Почему проголосовали? Да потому что там действительно объединенная была оппозиция. Во-вторых, Коммунистическая партия представила очень прагматичную, нормальную программу развития Орловской области. И когда избиратели поняли, что действительно она соответствует действительности, и то, что здесь нет никаких нефальсификаций, вот тогда люди и пошли. То есть, вот так надо проводить выборы. И тогда у нас будет явка по всей Российской Федерации, в том числе и в Калужской области. Они тогда, как сейчас приходят, 10-12% числа избирателей и выбирают. Либо губернатора выберут, либо депутатов, либо еще какой-то законодательный орган. Ну что, тогда будем работать. Я соответствую, без работы ничего не получится. Только благодаря складыванию усилий и энергетике в этом направлении мы можем добиться успеха. Другого варианта нет. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое вам. Здоровья вам крепкого. Успехов в работе. Взаимно. Всего доброго. Спасибо.